Что читали и смотрели те, кого сегодня читаем и смотрим мы? Как эти книги и фильмы помогли им найти себя? И чем они могут помочь измениться нам? Сегодня в Белой студии самый востребованный в Голливуде российский кинооператор. В России он работал над такими фильмами, как «Стиляги», «Тиски» и «Одесса» Валерия Тодоровского, блокбастером «Охота на пиранью» Андрея Ковуна, а за ленту «Явление природы» Александра Лунгина и Сергея Осипьяна он получил приз «Кинотавра» за лучшую операторскую работу. Кроме того, его мини-фильм «Подарок», снятый вместе с режиссером Карлом Риншем, выиграл «Каннского льва» на международном фестивале рекламы. В США он снимает фильмы со звездами Голливуда, Брэдом Питом в фильме «Ярость», Джаредом Лето и Марго Робби в фильме «Отряд самоубийц», Уиллом Смитом в картине «Яркость» и многими другими. Его первая режиссерская работа – фильм «Общага» по роману Алексея Иванова «Общага на крови», в котором он выступил еще и как соавтор сценария, получила приз «Кинотавра» 2021 года за лучший дебют. Сегодня в «Белой студии» оператор и режиссер Роман Васьянов. Роман, добро пожаловать в «Белую студию». Мы в «Белой студии» начинаем говорить о детстве. Вы вспомнили две сказки. Да. «Баба и Гайка вообще бессмертный». Почему именно эти два? Это такие исконно наши русские персонажи. Ну просто вот у меня детство было довольно счастливое. Я очень много проводил со своей любимой тетей. И она нам показывала очень много диафильмов всегда. Но параллельно она читала, я помню, у нас была такая серая книжка русских народных сказок. Вот такая толстая. И вот она ее читала. И я помню, что в какой-то момент до меня дошла идея, что они в принципе об одном и том же, с одними и теми же героями, чуть-чуть с разными концами. Но все равно они какие-то были невероятно захватывающие и простые. И вот если говорить про детство, 6-7 лет, то вот, наверное, это вот какое-то такое самое яркое, литературное воспоминание. Очень смешно, что вы сейчас помните эту книжку, потому что у меня тоже она была. Ну вы помните, да. И я ее читала сама. И на самом деле там же, ну, обычно детям рассказывают, читают отдельно. Самые лучшие вот из этих сказок, самые такие... Там есть очень странные, да. А есть какие-то очень странные такие, апокрифы, знаете. Ну да, да. Я вот помню, что я читала это все подряд. И некоторые, они там как-то даже заброшены. То есть там, я имею в виду, финалов нет. Страшные, недоконченные, и иногда какие-то такие... Просто ты думаешь, вау, как так вообще можно детям читать? Да, 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 да. Но при этом это вот наше, какой-то такой русский фольклор, сказки, да. Вот. И интересно в этом смысле, коль скоро вы тоже читали эту толстую книгу, она правда вот любопытна ровно тем, что там есть нечто вот как бы общее, такое наше, да, при этом без вот этой как бы сюжетной оформленности. Вот что там вот то самое, наше? Что наше? Да, вот эти вот персонажи. Вот все-таки что мы можем про себя понять? Ну, как бы главный герой наших сказок – Иванушка-дурачок. Я думаю, собственно, это такой образ, ну, объединяющий все одновременно. От инока до, собственно, людей, не верящих в реальности, верящих в мифы. Чудаков. Ну, чудаков, да, вот. Ну, и дальше, мне кажется, какая-то такая, то есть ты всегда это все ощущаешь так на костях, там, погоду, лес, грязь, ну, то есть там, ну, то есть это такие сказки, как бы, они очень, ну, поэтому они и русские, в них есть и какая-то и теплота, и любовь, но при этом есть и суровая реальность. Ну, вот Иванушка-дурак, для меня, например, я в какой-то момент поняла, что мы все время концентрируемся, вот он дурак-дурак, да, то есть он глупый, но я в какой-то момент поняла, что дело не в том, что он глупый, а в том, что он нерасчетливый. То есть он... Ну, как бы, да, он чистый. Да, он добрый. Конечно. Наивный. Но при этом ему в конце везет, потому что... Именно поэтому. С добрым и чистым всегда есть бог, можно так сказать. Вот, да. Вы еще упомянули, кстати, сейчас это интересно, потому что тоже такая наша русская вещь, вот эту природу, лес. Да. Я вспомнила ваш один из таких, ну, один из первых фильмов, можно так сказать, да, за который вы получили приз на кинотавре, как раз у вас все, как сейчас, арка закольцевалась. Да, в этот раз вы как режиссер, но вы уже получали приз кинотавра за операторскую работу в картине «Явление природы» как раз. Он как бы такой не очень известный фильм, он никуда не вышел, к сожалению. Ну, да, там вот тоже, да, вы правы, там есть вот это вот ощущение такой Руси, как бы, именно визуальное. Лес, да. Можно сказать, такая русская сказка, только, ну, немножко для взрослых. Для взрослых, да. Да, да, да. Ну, я думаю, вообще, в принципе, мифы и сказки, это такая вещь, которая глубинно находится в культуре, и это наша, как бы, ДНК в чем-то, поэтому для нас эти истории, они такие биологические, близкие, вот. И, ну, я думаю, что это понятно. То есть японцы бы сняли какую-то другую сказку их. Мы снимаем все равно, мне кажется, даже, то есть, если посмотреть на русское кино, все равно это очень много русских сказок. Мне кажется, ну, если, говорят, сильные классные фильмы русские, в них всегда ты чувствуешь вот эту вот, ну, какую-то связь со всем с этим. Конечно. И если, например, говорить о визуальной составляющей, да, допустим, если взять Тарковского, то у него, безусловно, вот эти бесконечные наши водяные какие-то ручьи, овраги. Это, ну, вот, да, вы правильно, собственно, сказали, что Андрей Осянич, если его кино смотреть, там, зеркало, и, собственно, были воспоминания про то, как они переснимали «Сталкер», что сначала они снимали его, по-моему, где-то в Узбекистане или в Азии, и потом он это перенес все в Эстонию, именно из-за того, что он хотел, мох, ели, траву. Это такие очень, ну, символические вещи, мы же обитаем в этой среде. Вы это тоже, да, вот чувствуете, как визуальный человек? Ну, я понимаю красоту этого, безусловно. Я, на самом деле, у меня какой-то такой долгий путь именно, ну, что ли, принимания вот нашей эстетики. То есть, когда я учился там и занимался, было такое ощущение, что нужно делать какое-то другое изображение, да, там, операторские, там, более американское, или какое-то такое было стремление. Вот. Но сейчас с возрастом оно возвращается, и ты начинаешь именно вот находить вот эту красоту в этой такой левитановском пейзаже, да, и вообще вот в этих красках то, что окружает нас. Вот. И, собственно, мне кажется, это какой-то такой, ну, путь, наверное. То есть, это всегда же, ну, дольше всего ты идешь к тому, что рядом всю жизнь было. То есть, ты как-то, ну, проходишь, ищешь чего-то сначала там, 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 потом возвращаешься. Ну. А это же тоже сюжет русской сказки. Конечно. Когда герой выходит, он идет, 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 а потом оказывается, что это было у него там где-то... Где-то, да, под печкой. Рядом. Да. Да. Но путь пройти надо. Конечно, надо. Чтобы найти под печкой. Вот это тоже. Мы все находимся в состоянии прохождения пути. Ты чего лежишь? Воду пью. Чего пустую воду пить? Вот, яблоко съешь. Спасибо, не надо. Если говорить о герое таком, как вы сказали, исконно русском, и что вот русское кино рассказывает как бы все время эту сказку, вы сказали, что когда снимали фильм «Ярость», даже показывали вашему режиссеру, да, и другу, автору этой картины, фильм «Проверка на дорогах». Вот, при том, что в «Проверке» очень много разных слоев, это, ну, великий фильм, но для меня вот герой Ролана Быкова – это вот такой типичный, абсолютно исконный, настоящий, такой вот русский человек. Простой, очень, он не говорит высоких каких-то фраз. Ну, вообще, на самом деле, именно в русском кино, очень, именно, мне кажется, из-за того, что всегда как бы отсутствовала вот эта производственная мощь там с эффектами и еще с чем-то, вот эти вот человеческие истории, они всегда выходили на передний план. И мне кажется, именно этим вообще наше кино, драматургия русская, она сильна вот такими мощными, какими-то невероятно человеческими глубинами, почти полурелигиозными, какими-то на всех уровнях пропитанными персонажами, да, героями. Вот, и, собственно, когда я ему показывал, мы еще смотрели, конечно, «Иди, смотри» Климова, это абсолютно шедевр. Вот, но такое кино сейчас снять сложно, потому что оно настолько какое-то храброе, ну, что в коммерческой индустрии, да, где, как бы, в основном, деньги-деньги-деньги-деньги-деньги, такое кино с такими рисками сделать надо, ну, надо быть очень каким-то просто не просто выдающимся режиссером, но еще и каким-то невероятно смелым просто человеком, чтобы пойти в конфликт со всеми и в итоге доделать это видение так, как ты хочешь. Вот. Что случилось? Почему не взорвали? Там же люди, Игорь Леонидович, там тысячи людей. Пленных! Русских пленных. Ты мне дурочку не валяй, это же военный эшелон. Эшелоны еще будут. Думаешь, от твоего слюнтейства фронту легче? Смерти меньше? Это же наши люди. К нам в лес вот бегут пленные, ты ведь знаешь, как они воюют. Мой сын ползбит под Смоленском, самолет горел. Он мог выпрыгнуть и сейчас находился бы среди этих. Но он выбрал другой путь. Он врезался в колонну танков, ты это понимаешь? Ну, может, у них не было таких возможностей. Норман! Желтый молокосос! Ты почему не стрелял? Он же совсем ребенок. Простите. Я виноват, сержант. Вот что может ребенок. Смотри! Это ты виноват. Ты виноват в их смерти. В следующий раз увидишь немца с оружием, убей! Даже если это младенец с ножом в одной руке и маминой сиськой в другой, убей! Нет, сержант! Светоша, да? Когда был Валерий Петрович Тодоровский у нас в Белой студии, и, в общем, даже можно сказать, что именно Валерий Петрович вас открыл как оператор. Да, моя первая работа была у него после ВГИКа. Да, он вообще, надо сказать, что Валерий Петрович обладает уникальной способностью видеть талант. Он открыл наших очень многих артистов, начиная Машковым и Мироновым, которые сыграли у него первые, и Чулпан Хаматова, и Максим Матвеев, Антон Шагин, которые тоже были дебютантами, да, в ваших фильмах, где вы снимали в «Тисках» и в «Стелягах». Он, когда был в Белой студии, как раз говорил о том, что вот вы сказали сейчас. Он как сложно оставаться собой и применительно к фильму «Стеляги», который вы снимали вместе. Я могу сказать, что со «Стелягами» была гениальная история. Когда у меня оставалось, ну, наверное, там, месяц или полтора до начала съемок, очень близкий мне человек, очень, которому я доверяю, очень профессиональный. Очень хороший друг отвел меня в кафе, посадил, мы с ним выпили канико, и он сказал, «Валер, я тебя прошу, не снимай этого». «Почему?» Он мне сказал, «Ну как почему? Ты же не понимаешь?» «Ну, это катастрофа. Ну, как бы никто это не будет смотреть. Никакого мюзикла ты не сделаешь, потому что его сделать невозможно в России. Потому что в России публика мюзиклы не смотрит. Потому что ты потратишь кучу денег, ты потом будешь ходить в депрессии, и не сможешь за них отвечать. Это никому не нужно. Он меня в этот момент спасал. Так вот я говорю о том, что самая большая трудность – это оставаться собой. Потому что все тебя тянут в разные стороны. И самое главное, что ты сам себя все время подвергаешь сомнению. Это не та же ситуация, что я все знаю, а меня сбивают гады все время с пути. Да, и сам ты думаешь, черт, а что же делать? Для кого я делаю? Зачем? Самое главное – делать то, что тебе хочется, верить в это. И я надеюсь, что тогда звезда будет с тобой. Она будет тебя беречь. Тут нечего добавить, мне кажется. Насколько вы, уже став сейчас режиссером, насколько это, во-первых, релевантный оператору тоже, но уж точно режиссеру? Я думаю, что режиссура – это какая-то испопеляющая какая-то, я не знаю, это мало, мне кажется, вообще профессии существует, чтобы тебя так просто разносило от сомнений, от бессонных ночей, от каких-то стрессов, от всего остального. Потому что правда состоит в том, что ты горишь каким-то проектом, ты его идешь снимать, у тебя в голове миллион образов, ты вот сегодня такой счастливый, ты хочешь рассказать мир эту историю. А потом ты понимаешь, что куча людей просто считает это глупостью или считает, что ты как бы не очень умный, и что вообще это не особо кому-то надо, и зачем ты все это делаешь. И в этот момент ты остаешься один с этим ребенком, которого ты должен выносить, выкормить, привезти в мир, как вообще-то никому не нужен. И более того, ты можешь сделать хороший фильм, ну то есть реально хороший фильм, и вот может что-то не сложиться, вот он может не попасть, куда он должен был попасть, или не пройти, куда он должен пройти. При этом ты будешь спрашивать, ну почему? Она говорит, ну вот мы не знаем сами, мы сами удивляемся, что так происходит. И от истечения этих бесконечных факторов, по сути дела, зависит твоя жизнь. И на самом деле это безумная абсолютно профессия. И на самом деле, даже в той же самой Америке, вот за мой десятилетний опыт, я видел людей, которые были вот тут, и оказывались вот тут через неделю после выхода фильма, потом опять были тут, потом опять вот тут. И есть гениальная книжка, я всем очень советую, кто занимается кино и режиссурой, биография Оливера Стоуна, да, «В погоне за светом». «Часинг the light». «Часинг the light», ну да. Я считаю, что это гениальная книжка вот для тех людей, кто отчаялся, это раз. А во-вторых, для тех людей, кто вообще как бы ищет справедливости. Потому что надо просто, мне кажется, принять до конца, что жизнь несправедлива, ну как бы, то есть справедливость не работает в жизни, а работают какие-то истечения обстоятельств удачи. Такие мистические вещи. Ну вот прям вот такую пропорциональную историю про то, что я все сделал хорошо, где же мое вот это счастье? Оно как бы, ну, никого-то не интересует ни вселенную, ни окружающий мир. Ну как бы, единственный выход во всем, чтобы не сойти с ума и, собственно, не потратить все те скромные деньги, которые ты заработал как режиссер на психиатра, это как бы, ну просто принять реальность и дальше тихонечко что-то на своей грядке там поливать и растить и становиться, быть лучшим хотя бы вот в своих глазах. А дальше, если произойдет какой-то прорыв или что-то откуда-то упадет, ну и слава богу. Но надо быть готовым, что может долго ничего не упасть. Ну знаете, вот книга Оливера Стоуна и то, о чем сейчас говорил Валерий Петрович по поводу звезды, которая в конечном счете, может быть, тебе будет светить. Если ты просто следуешь себе правильно, мне кажется, что справедливость, о которой вы говорите, она просто работает на макроуровне. И тут важно не концентрироваться, наверное, вот на этих конкретных каких-то ситуациях, а просто следовать тому, во что ты веришь. Да, ну как бы быть... Что не всегда легко. Да, во-первых, не всегда легко. Во-вторых, ты можешь быть один человек, во что ты веришь, а всем другим твоя вера будет неинтересна. Поэтому на самом деле, если посмотреть, вот сколько людей занимается режиссурой, кто у нас там вот в мире, да, там, двадцатка режиссеров, это реально люди, которых можно посчитать на пальцах. Хотя их, ну, бесконечное количество... Но почти каждый из этих людей сталкивался точно с каким-то непониманием. Конечно, да. Даже если мы не говорим, условно говоря, о Тарковском, которого вообще, ну, как бы не понимали, а возьмем Спилберга. Да. Ну, есть удачные фильмы, есть неудачные, конечно. Но неудачные, это вы их так называете правильно, потому что они их не поняли. Там, условно говоря, Шпионский мост и Мюнхен, менее удачные, чем список Шиндлера. Да, при этом Мюнхен шедевр, на мой взгляд. Да, при этом он более глубокий. Я сам его смотрел в кинотеатре. Я помню, и Валерий написал, и Валерий, мне кажется, это не лучший фильм. А потом я его пересмотрел раз семь, я понял, насколько это вообще кино личное и сделанное с болью какой-то вот его, ну, об этом вопросе, да. А вот то, о чем говорил Валерий Петрович, что его добрые люди пытались отговаривать от вот такого шага, вы сталкивались с этим? Нет, Валерий меня не отговаривал. Нет, не Валерий Петрович, конечно. А вот, хотя интересно, да, как он отреагировал, когда вы сказали, что будете снимать фильм. Но вообще, вот когда вы такой очень успешный оператор, вы за то время, что вы потратили на общагу, могли снять еще два больших голливудских фильма как оператор. Две серии, я, собственно, отказался от огромного фильма из общаги, но это я не говорю, как, типа, вот, я такой замечательный, просто, ну, там было без вариантов, да. Без вариантов, вот. Ну, на самом деле, вопрос-то ведь какой? Ты же, у всех какие-то разные мотивации для того, чтобы что-то сделать, да? Моя личная мотивация была с общагой, просто потому, что мне стало интересно попробовать, как бы, разобраться в сценарии с драматургией, с вещами, которые я, как оператор, никогда не касался, но которые, на самом деле, есть то, что делает кино. И в какой-то момент, когда ты много снимаешь, например, фильмов, и какие-то фильмы не удаются или удаются не так, как ты хотел, ты начинаешь сам себя, как бы, перепроверять, все ли правильно, может быть, ты можешь что-то сделать лучше сам, может быть, ты можешь сам попробовать. И я думаю, вот это внутреннее желание просто попробовать, оно, на самом деле, исходило не с того, что, типа, вот я сейчас сниму кино и вам всем покажу, а это было внутреннее такое, ну, curiosity, то есть ты всю жизнь потратил... Я себя, в первую очередь, ощущаю кинематографистом, а не, там, оператором. Просто я люблю кино на всех уровнях, и это единственное, что я умею делать в своей жизни. И мне было невероятно интересно просто именно это попробовать. И я считаю, что в итоге, вот, это я снял свой лучший фильм. Ну, то есть, как, может быть, это я, как говорю, как родитель про своих детей, да, что они всегда у них самые лучшие. Не совсем адекватен. Я это принимаю абсолютно. Но по моим меркам, того кино, которого я люблю смотреть, как человек и как... Я, на мой взгляд, это мой лучший фильм. Автор книги, Алексей Иванов, он высоко оценил вашу работу. Он уже высказался, что это очень хорошая экранизация. Ему очень понравилось, как сыграл Никита свою роль. Он даже сказал, что это интереснее, чем то, что он написал. Но главный герой, вообще, в общем, Алексей Иванов, он говорит о том, что отличник, то, как у вас он называется, Забелла, да. Он, ну, такой персонаж Достоевского типа. Ну, князь Мышкин. Князь Мышкин, да. Вы его тоже таким делали? Потому что вы немножко изменили его линию. Ну, все равно он как бы мученик, да. Для меня, скорее, его, как бы, если говорить о каком-то, да, влиянии, ну, то есть, если посмотреть, там, мои любимые фильмы, там, трилогия Триера, Храброе сердце, по-моему, да, называется. То есть, это, там, Рассекая волны, Догвиль и Танцующая в темноте. Ну, это, по сути дела, вот эти вот слабые, да, униженные, оскорбленные, можно так сказать, которые в итоге становятся самыми сильными, и которые себя, может быть, приносят в итоге в жертву, но через эту жертву побеждают зло. Для меня это был вот какой-то такой герой. То есть, я, он близкий, мне кажется, он очень русский по всем своим. Вот, собственно, мы начали со сказок, вот мы опять к нему возвращаемся, а он очень русский. И для меня он был понятен. А дальше мне невероятно было интересно раскрасить вокруг него весь этот мир этими безумными, красивыми, энергетически какими-то раскрепощенными актерами. Нелли в исполнении безумной, да, прекрасной. Ирина Страшимова. Такая русская Жанна Мороя, можно снимать там в кино итальянском каждый день. Вот. Вот Марины Васильевой, глубокой, драматической, Никиты, который сыграл, по сути дела, ну все говорят, что это Башлачев, но, собственно, когда Иван... Вообще собирательный образ такой, да. Ну, собирательный образ, да, потому что это не боепик Башлачева, и, собственно, Башлачев заслуживает отдельных фильмов и так далее. Вот. И Илья Маланин, такой человек, как бы из 90-х попавший в 2004 год, который дальше будет приватизировать заводы и так далее. Вот. Ты привела меня к себе домой Какой-то субботней ночью Там был беспорядок кавандок Но мне это нравилось прочее Цвет по души ты музыку включила Что-то тяжелое Точно вспомни, что же это было К сожалению, я не могу А вот ваш однокурсник Игорь Гринякин, с которым вы с ним вместе учились, он тоже известный оператор, успешный У вас вообще замечательный курс Спасибо вашему мастеру, великому оператору, который как раз работал с Тарковским Игорь Гринякин, он написал Я просто прочитала комментарий Что отличный фильм, но ты можешь больше Вы это прочитали? Прочитал И? Ну, я, во-первых, хочу, чтобы он кино посмотрел То есть он не видел фильм Нет, он фильм не видел Но мы Игоря, я знаю его там очень долго И мы вместе сидели в общаге И, значит, перед экзаменом документального кино Потому что, я не знаю почему, но когда тебе там 19 лет И ты, значит, смотришь с утра до ночи американские фильмы Чтобы научиться снимать там, как Боб Ричардсон Ты как бы пропускаешь историю документального кино И потом идешь за деньги к человеку в Афгик И он тебе записывает ВХС-кассеты всех фильмов программы И дальше за ночь ты должен их все посмотреть, чтобы сдать экзамен И там такие тяжелые документальные советские фильмы И мы, значит, всем курсом собирались у Игоря в общежитии И смотрели перед экзаменом, значит, эти кассеты Ну, я не знаю, я думаю, что просто мы, и он, и я, мы очень любим кино В первую очередь, независимо от того, операторы там, не операторы И я думаю, что, ну, как-то, не знаю, он мне говорит Давай дальше, ну, посмотрим Я думаю, что там есть и как бы подкол, и какая-то дружеская фора Ну, мы очень близкие друзья, мы знаем, друг тысячи лет Как бы, поэтому, я думаю, он просто написал, что, типа, давай Ну, посмотрим Мне очень интересно, что он скажет про кино Я уверен, что будет история про то, что он не согласен с глобальными какими-то вещами Но это и здорово И он невероятно живой, просто искренний человек, это здорово То есть у нас очень, да, был как бы какой-то такой Мы все до сих пор дружим, общаемся плотно, наш весь курс Курс Вы, называя фильмы о любви, которые вам близки Назвали три картины Под покровом небес Бертолуччи, Ночь Антониони и Любовное настроение Ни в одном из этих фильмов мы не видим классическую историю Где вот Ромео и Джульетта, там везде Ну, любовь, она не классическая Да Ну, то есть она классическая Но два фильма Под покровом небес и Ночь, это вообще история пары, да Которая, в общем, развала пары И потом нахождение истинной любви Ну, потому что, как бы, самая интересная история любви Это о преодолении страхов и эгоизма И о желании его только вернуть и скрепить Ну, то есть, как мне кажется Собственно, Под покровом небес это история про пару, которые уезжают в Марокко У них тяжелейший кризис брака И, собственно, муж ее умирает И она только вообще понимает, насколько она улюбила всю свою жизнь Любовное настроение шедевр Ну, про то, как два человека в итоге встретили Друг друга, но за счет правил И какого-то морального кодекса Не могут все в этом признаться И когда тоже рассыпаются Понимают, что весь мир был создан, собственно, для них А они созданы для друга Ну, а Ночь на Тонионе Это как раз вот это перерождение Когда повседневность убивает вот эти ярчайшие чувства Которые были И эти люди в итоге находят себе в силу вернуть эти чувства Несмотря на эту жестокую, как бы, повседневность, которая их, ну, убивает, да Эти чувства Потому что, на самом деле, любить это же не только счастье, да Это колоссальный труд и работа И в итоге те фильмы, где ты видишь Это преодоление, это труд Они для меня, как бы, больше говорят о любви Чем фильм, где просто все влюбились в какой-то момент Я не знаю Такая тема Но эти фильмы для меня точно, абсолютно Но интересно, еще знаете, что получается какая-то параллель Потому что вы сказали, что вот режиссура для вас такое дело Которое требует невероятного труда И из тебя достает все, что вот, как бы, всего тебя выворачивает Ну, настоящая любовь, она же тоже немножко тебя вытряхивает, да? Конечно, ну, это такая очень сложная тема Ну, безусловно, ну, то есть, ну, то есть, любом, как заканчивается любом настроении Что он в итоге шепчет, по сути дела, что он ее будет любить Да, тайну И ее закрывает в буддийском храме Ну, то есть, ну, да, это вот что-то мимолетное То есть, которое вроде бы... Потому что, на самом деле, что ищет человек всю жизнь? Он ищет счастье, да И любовь, это та вещь, которая дает нам счастье, вот, внезапно Затмевая все, как наркотик И, собственно, безусловно, человек борется за это чувство И страдает ради него И шедевры, и литература, и кино, собственно, говорят об этом А почему вот, ну, допустим, даже в том же любовном настроении Действительно, вот он шепчет эту тайну Это единственный раз, когда он признается в том, что он испытывает это чувство И в то же время, ну, мы говорим о необходимости, да, переступать какие-то собственные страхи Делать вот этот шаг навстречу тому, что ты считаешь правильным Почему человеку вот именно в отношении, да, своего чувства Иногда это становится невозможно, ну, вот этот шаг сделать И иногда проще доверить свою тайну дереву и закрыть это дупло Ну, потому что, во-первых, если говорить о любовном настроении, это, собственно, история про то, как два Замуженные, женатые, да, несвободных человека влюбились И дальше просто вопрос морали и вопрос ответственности Их разрушил в итоге И дальше вопрос, что лучше, бросаться или оставаться, никто не знает Они выбрали оставаться, как есть И, собственно, это их травмировало до конца жизни Но, на самом деле, ответа на этот вопрос не знает никто Если бы кто-то знал ответ на вопрос, что лучше и как лучше, не знает никто Поэтому, я думаю, ну, лично для меня просто эти конкретные фильмы И именно такой рассказ о самом, наверное, глубоком и ярком человеческом чувстве Являются, ну, самым интересным А финал ночи? Где они целуются, ну, это значит, что они как-то в итоге Есть шанс, что они вернут все Есть шанс, что они заново построят все Вот это интересно, потому что мне интересно, как вы это интерпретируете Потому что наш любимый, уже здесь упомянутый Андрей Тарковский Он, я не знаю, знаете вы или нет, он сказал, что Он назвал этот финал очень точно Это объятие утопающих Ну, как бы да, мы не знаем, чем это в итоге закончится Но они пытаются это собрать То есть они пытаются И, на мой взгляд, сама попытка Это и есть вот это величайшее человеческое чувство, да Вот это, ну, все-таки принести как бы в жертву свой эгоизм И постараться, ну, услышать другого Это, ну, это большой поступок Мы очень эгоистичны все Я хочу чувствовать тебя не просто моей Синьи и синие привычки Чье это письмо? Твое Нет Нет Ну, вот фильм «Под покровом небес» Это еще и фильм, снятый великим оператором Да, это, я думаю, это одна из моих топ-3 как бы операторских работ точно Операторских именно И как бы, что очень интересно, если говорить конкретно про профессию, да, что Если посмотреть там, мейкинг офф, почитать Интервью Бирта Луччи Вот, мне кажется, чем эта коллаборация Настолько, на мой взгляд, выдающаяся в истории кино Ты там смотришь Старара, да И вот он расскажет об этом Оператор этого фильма, да Да, Витория Старара Он говорит, что я использовал там желтый фильтр Или там красный фильтр Потому что желтый, это цвет тревоги Там в дзен-буддизме Я так сейчас условно говорю, я не говорю, что это так и есть Я просто вспоминаю, да И вот этот фильтр дает ощущение А дальше как бы склейка Сид Бирта Луччи говорит Нет, Витория все это придумает про этот желтый Это никому как бы не надо И мы просто берем То есть это сочетание вот этого как бы Ну, с одной стороны, какой-то почти мифологического Такого обсессшена, да С операторской работой С камерой Бирта Луччи Потому что на самом деле многие не знают Но Бирта Луччи разводил мизансцены То есть он очень Он как бы Композицию сам ставит Да, он ставит сам композицию И когда это происходит Он как бы немножко заставлял Старара Быть чуть менее идеальным Потому что если сейчас посмотреть фильмы Старара Где он говорит Ну, Виторию, ты делай свое дело Это все слишком идеально То есть это красиво Но это красиво настолько Что это почти невозможно смотреть Потому что это нереальность А, собственно, Бирта Луччи Делал это живым Ну и плюс вот это все Гениальность Виторио сверху накладывалась И поэтому вот это их коллаборация Последний император Конформист Под покровом небес Маленький Будда Это все фильмы Ну вот лично для меня Я считаю это высочайший Как бы, ну просто высочайший Уровень И сам Виторио Старара Без Бирта Луччи, на мой взгляд Снял только один такой фильм Но он тоже снял с гением Коппола И Апокалипсис сегодня Да, Апокалипсис сегодня Опять же, я думаю, именно потому Что Коппола был очень Он его там заставлял Я думаю, делать какие-то вещи Которые он, может быть, даже не хотел делать И там есть тоже мейкинг оф Где они снимают сцену ужина Который вошел только в развернутый кат Его нету в Кате Апокалипсиса Простого Где Коппола вскакивает Все типа говно Свет говно Чистое говно Все рушит и убегает из студии Вот И все в шоке И я потом посмотрел эту сцену Я понимаю, потому что Там через какую-то вуаль все снято И все так невероятно Как-то просто безумно красиво А там люди разговаривают вообще О некой такой, ну вот о политике Да, то есть Почему там американцы в Вьетнаме Что это значит Вьетнама То есть такая очень длинная разговорная сцена Которая, может быть, должна была быть снята Как-то более жестче, да Чтобы, ну, была другая энергетика чуть-чуть Вот Но в итоге все равно это шедевр И это вошло И я сейчас немножко как киновед выступаю Но Вот Ну, мне какие-то такие Вещи в кино Они очень как-то заводят И я в этом люблю копаться Потому что Ты понимаешь механизмы действия таких вещей Как вот это родилось Вообще интересно Когда вы сейчас говорили Я подумала, что кино, оно Ну, искусство оператора Оно же сродни вот Ну, искусству художника Понятно, да Оно работает с нашим восприятием Да Потому что оператор Так же, как и художник Он нам показывает Какую-то несуществующую реальность Так, чтобы мы поверили в нее И воспринимали как что-то настоящее И в этом смысле Если в живописи есть понятие Импрессионизма, да То есть когда тебе показывают Не реальность А то, как вот ты должен ее воспринимать Собственно, я ради этого и снял фильм «Общага» Мне было интересно в этом разобраться То есть, ну, я понимаю, что это сложно поверить Все думают, что вот, значит, какой-то шаг Нет, ведь как бы когда ты любишь то, что ты делаешь Ты хочешь в этом, ну, как-то невероятно разобраться И как бы крутая история Именно в том, что вообще как это Ну, то есть, там Я опять же говорил, там есть там Великая книга Психология восприятия Искусство и психология Рудольф Арнхейм Это был такой немецкий психолог Он работал в 30-е годы И он, собственно, занимался тем, что он На детской живописи Анализировал произведения искусства То есть, почему мы считаем Одну картину шедевром, а другую картину не шедевром И, на самом деле, это все основано На нашем визуальном восприятии психическом То есть, ощущение равновесия, например Почему круг в центре у нас там вызывает спокойствие Там, например, примеры живописи Голландской живописи Триптиха Ван Дайка Где, например, у ангела красный квадрат на колене Который в итоге уравновешивает всю композицию Создает ощущение гармонии, покоя То есть, это, на самом деле, знания, которые Ну, в поседневной работе там на всем Ты не будешь принимать Ну, когда ты занимаешься разработкой какого-то большого кино Ты, в принципе, об этом думаешь Другой вопрос, что об этом думать удается Только либо когда ты сам, как бы, да Там, в роли режиссера Либо когда твой режиссер, с кем-то, например, больше Он тоже в это хочет погрузиться Потому что это все невероятный труд И в итоге для всех окружающих Ощущение, что все сошли с ума И делают непонятно что Но у вас в общаге очень много крупных планов Специально, потому что Мне все говорят, у вас фильм кластерфобичный Так в этом и есть идея, что вообще, когда хотел это кино Я думал, что там не будет вообще никаких общих планов И один общий план, который был Собственно, это вот где они их выгоняют из общаги Они сидят на куче этого мусора И, собственно, камера отъезжает И этот воздух появляется наконец-то Потому что это кино про крупные планы Невероятно красивых, ярких людей Мечущихся в этой жизни между этим выбором И, собственно, именно этим меня это и привлекало Для меня это просто было очень интересно Можно кино снимать? Я снимал кино, где у меня было миллион кранов Пять камер Отряд самоубийц Да, вертолеты летали каждый день Ну вот, я снял этот фильм Дальше мне интересно снять фильм другой Где будет одна камера Пятидесятый объектив И лицо Гены Воропаева в роли отличника Который не знает, что делать со своей жизнью Вот это мне интересно Завтра мне будет интересно что-то еще Я не думаю, что это история про Вот как раз вот тут слушать Других никого не надо Надо делать только что ты хочешь И пытаться, ну, что ты чувствуешь Потому что тебя все хотят поместить в коробочку Чтобы сказать, вот этот делает это Вот этот режиссер, он снимает такие фильмы А этот такие Да и полная как бы фигня Все снимают, что хотят и меняется И вот, на самом деле, за что очень люблю Валеру Если возвращаясь к нему Все-таки он такой человек в моей жизни Сыгравший достаточно важную роль Я его люблю именно за то, что когда я с ним общаюсь Он всегда ищет, что дальше Да, что-то получается Что-то не получается Но у него есть вот это ощущение Что он что-то, ну, делает по-другому И вот, собственно, все режиссеры Там в России, например, Кирилл Серебренников Вот он и театральный режиссер Занимается и оперой И занимается кино И я не удивлюсь, если в какой-то момент Возьмет и снимет какой-то блокбастер У него нету вот этих коробочек В которых нас все хотят поместить Вот, и все, поэтому Что-то можно сказать Как бы К вопросу о коробочке Так Что находится в ящике В ролике С которого начинал Честно говоря, я не знаю сам Поскольку это снимал Такой безумный совершенно Карл Эрик Ринч Он сейчас вообще, мне кажется Немножко даже отошел Он сейчас не снимает Я его видел в Лос-Анджелесе Может быть, год назад Он мне показывал какие-то вещи Которые он там лично работает Там какое-то современное искусство Это вообще кино Как бы вообще уже не имеет никакого отношения Он просто очень слишком умный Я когда с ним общаюсь У меня ощущение, что я полный идиот Потому что он может там С какой-то Алгеброй, высшей математикой Перепрыгнуть, значит На Кополу Вот такой человек То есть он там в 23 года Создал какое-то Чистящее устройство Запатентовал его И, собственно, ему даже сейчас Типа и не нужно особо работать Ну, то есть это такие люди Как Джеймс Кэмерон Человек снимает аватара В свободное от работы время Строит подводную лодку Чтобы опускаться в Марианскую пасть Ну, как бы И прием ее сам Ее еще и проектирует Но вам было сколько лет Когда вы сняли Вот этот ролик Филипс Который получил 27 лет Стиляги Стиляги И этот я снял Мне было 27 лет И, собственно, в 30 лет Я снял первый американский фильм Да, с чего и началась Как бы ваша Но он удивительно В этом смысле Это такое тоже высказание К вопросу о наших детских сказках Да То, не знаю что Пойди туда Не знаю куда Принести То, не знаю что Но это очень важно Ну, это очень важно Ну, это вот такой был успех И хит Люди звонили Что-то спрашивали Ну, это было как-то Да Вот так бывает в жизни Уходи Уходи Чистос Вы знаете, я подумала, что вот как раз та звезда, о которой говорил Валерий Петрович, это, наверное, когда ты делаешь то, что ты хочешь, и ты пробиваешься куда-то. Других выходов-то на самом деле нет. И люди задают вопрос, допустим, почему Васьянову так везло, вот он снимает эти голливудские фильмы как оператор, и вроде так все легко случилось. Я думаю, потому что у вас глобально есть эта энергия человека, который вот просто любит, и он идет туда, куда любит, и следует за этим. Это очень важная какая-то энергия. Не знаю, есть ли она в каждом из нас. Я не знаю. Я просто всегда руководствовался логикой, что если я даже не самый талантливый, то я буду очень много работать, и оно должно как-то все сложиться. В любом случае, что-то должно сложиться, скажем так. Вот увидите, я уверен, что будет очень много и русских режиссеров, и русских операторов, которые будут снимать в Америке. Потому что в России сейчас такой какой-то ренессанс, и бум, и внутренняя конкуренция, и возможность получить финансирование на очень интересные проекты, которые во всем мире займут десятилетия, чтобы их просто сделали Greenlight, дебютанты, которые снимают, появляются, снимают. Это, на самом деле, я думаю, один из самых ярких рынков вообще мировых сейчас. Потому что, да, нам тяжело делать там какие-то хорошие автомобили исторически, но в плане кино мы более чем конкурентоспособны. У нас есть там великая русская литература, великое советское кино, у нас есть таланты, мы знаем, как это делается. И вот увидите, как бы, собственно, это уже происходит там любой последние два года, любой фестиваль класса А, там два-три русских фильма. Нетфликс открываешь, там три-четыре русских фильма, которые там в топ-10 или так далее. И, собственно, та поддержка и фондов, и государства, это все очень классно. И как бы просто дело времени. Исторически нас дубасило довольно долго, почти весь 20-й век, ну правда. Поэтому мы какие-то все израненные, такие покореженные немножко. Но я думаю, что все будет меняться. И я думаю, нам есть чем гордиться. И даже вот мы общались там с моим товарищем, и вот там коммунальная квартира, общежитие, это там все говорят, это мрак, почему вы все понимаете? На самом деле это часть нашей культуры. Ее надо просто принять невероятно интересной, которой нет ни одного другого народа. Коммунальные квартиры, это часть, как бы, ну какую-то невероятную часть культуры. И общежитие. Вы же рассказали, как вы у Гринякина смотрели документальные фильмы. Это часть нашей культуры. И я показывал это кино в Америке, общагу, и я понял, что их все это трогает, они все это понимают, все это считают. Это не то, что они про марсиан посмотрели, нет. И как бы, я надеюсь, я не знаю, но я всегда стараюсь смотреть как-то позитивно вперед, поэтому все будет хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова